Доброе утро! 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 Молдова получила около 10 миллиардов кредит, и они получили 2 миллиарды. 8 миллиардов у нас осталось для учительства. В 2022 году Молдова получила 15 миллиардов, а только 2 миллиардов. 13 миллиардов у нас осталось для Republicа Молдова. В данный момент, в 10 месяц, Молдова получила 14 миллиардов, но уже 8 миллиардов. И уточним, что в оборудовании, в оборудовании, в оборудовании 2024, Майя Сандо пропуне за деньги за 15 миллиардов, 14 миллиардов, и, в общем, отчащи, за 15 миллиардов кредит, Молдова, в оборудовании, в оборудовании, рублей, а потом, по процентам и сцены, процентам и creditам и луантов. Думаю, для царей, кредитам луантов, которые будут ловать в себя в следующий год, только в 3,5-4 млрд рублей. Что означает этот вопрос? Эта означает, что Молдова, с помощью майя Санду и руководства мирового года, Доброе утро! но вы не вытаскиваете ази. Но что вы вытаскиваете, что вы вытаскиваете, что вы вытаскиваете, родители, родители? Я говорю о том, что вы вытаскиваете на говернание в 2021. По-прежнему, они были деньги, но они не были так маленькими. Но вы вытаскиваете, что вы делаете. То есть характеристика бюджетного года для 2024, это гаура, который вытаскивает. Вторая характеристика, который мы сейчас поговорим, это увеличение заработка. И я хочу сказать, что очень важный вопрос. По основу, можно увеличить заработки на профессори с 15%? Вы знаете, как увеличить заработки в годы, на руководители, мембрии в курсе конституциональной, в курсе конституции? Они будут заработать на цели категории 40-50% заработки. На профессор максимум 15%, на цели 50%. И как и бюджет мы предлагаем, для этого, для 2024. Этот проект уже был создан и будет обсуждать, в парламенте. У нас очень много негативных негативных для нас, дорогие летители. Есть увеличение на фонт руте, которые будут строить несколько раз. Есть увеличение более более подчинения социальной. В этом году, мы говорим, что мы говорим, на прошлый миллиард, но они увеличивают на мистеле на Украине. Гуформа. Все мажорязы бань седав пентру чиновничь, да глава мне симпле, бань и сиял. В общем, ситуация экономии есть у нас в 1910, где правило, агрикультура протестирована в континуаре, где продукт которого тех, кто не минували грижи, не тратся в супермаркет для молодой внешней, где продували. Майя Сандру, почему вы аннулили логи, которые мы, социалистами, мы определим, что на раптах требует быть 50% от продуктов автохотон? Для закрытия странно-инвестной компании? Для для удовлетворения продуктов автохотон? Говорят, что гуровернеры промоклищат продуктов страны в РФ, во втором. В отборщине людей, которые работают здесь. Промояру бенчатые страны. В отборщине, в отборщине или в отборщине, в отборщине, в отборщине, дорогие летателли, которые говорят, что для них нет, которые проживают все, а потом и встроят Крупзачоку, и они могут ушить из сар. Я думаю, что ситуация, и с бюджетом, и с ситуацией экономики в стране, требуется к нам, по-другому, по-другому. Я не говорю о секторе энергетическом. Попробнее, я думаю, что в этом году, пока не будет приемлемой эмиссией, в деталии, как мы платим по транспортному газу, в ретели, которые нам дали на Ромы, в 2018, и тарифу, в 10 раз, которые нам дали на Ромы, в цифре конкретно. Которые цели были в Молдове газы, где мы платим тарифы, как мы дали на Ромы, в том числе иллюзии, в том числе и экземпциональной ситуации, тарифы у них были кресты. Почему это делается? В интересе ли куи? Конечно, не в интересе ли четвертого. И здесь еще есть еще вопросы, которые я оборудову, по-настоящему вопросу. Ирина была ситуация регритабельная Рома Молдова. Ирина у нас прошел в последний раз ветеран, Гладков Павел Васильевич. Ветеран 102 года. О легенде. О легенде. О легенде ве в истории нашей истории. Ирина Молдова 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 Молдова, веяна Решиня. Не ваѣе помит ка ом, ка ом, ка ом, петрекуѣу цеврога на все-наме петрекуѣу, не ваѣе веѣе Продолжение следует... Aș menționez încă o dată. Noi încă nu știm când și cum vor avea loc alegerile prezidențiale. Dar Partidul Socialistilor, la sigur, va avea candidatul său la prezidențial. Eu am menționat acest lucru, nu vreau să spun nimic nou. Dar în ianuarie-februarie, la una din ședințele colegiare a Partidului Socialistilor, noi vom lua o decizie în acest sens. Elena, astăzi am primit facturile la lumină, fără nicio compensație. Este verat că anul acesta suma compensațiilor este mai mică. Elena, într-adevăr, în acest an suma compensațiilor este cu un miliard și jumate mai mică decât anul trecut. Practic, cetățenii vor primi cu 30% mai puțin compensații ca în anul, ca sezonul de încălzire care a fost anterior. De ce se întâmplă acest lucru? Deoarece guvernarea consideră că aceasta nu este o prioritate. Banii se alucă pe tot ce doriți, numai nu pentru necesitățile oamenilor, numai nu pentru compensații. Am menționat și la trecută, la ministra a majorat de câteva ori salariile, până la 70 și ceva de mii de lei. La ministerul părere a majorat cheltuielile. Dar bani pentru salarii? Maia Sandu, nu găsește. Bani pentru compensații? Salariile oamenii simpii. Bani pentru compensații? Maia Sandu, nu găsește. Pentru pensii pentru pensionari? Tot nu găsește. La nume de această, eu cred că marea majoritate a cetățenilor doresc ca această guvernare mai repte să plece. Și eu cred că acest lucru se va întâmpla, probabil chiar și în anul următor. Dima. Minentele sunt. Ți în răstut, azăr, plată, niet. Prostă, șt-o, dălăți, cât-o, znaet. Dmitrii. Vorită nu elacene. La învăазă ne spraite acest problema de locuri. Na bua îroph funzionați ca combinați. În cum puternică la încubilă cu sineдorul, că nu străiρο peco. Sep haltî prive invitatea asta. Ei nu îți aforgă. E抵 am Tată쪽 ce a plecatul. Îți rateachez fightare nu unuat în Aseste Partei الحiect. Îți.. Să v Lilian ceasem mai flatulorul. частях мира, но их не интересует, что происходит в Молдаве. Их не интересует, что люди гибнут под снегом. Они в это время вместо того, чтобы поручить Минобороны армии заниматься, они показывают, как солдаты играют в снежки и радуются. Это власть антинародная, антимолдавская. К сожалению, молдаване должны были пройти через это, проголосовав за режим Майя-Санда, для того, чтобы они осознали, что те, которые обещают хорошие времена, это люди, которые превращают Молдову в самое слабое и нищее государство. Поэтому от этой власти мы с вами обязаны избавиться. Очень много вопросов, сейчас и другие идут, и было и по президентству, и так далее. Избавляться от этой власти можно двумя путями. Законными через выборы, либо если они нам запретят выборы, есть другие способы. Я не призываю к другим способам. Я уверен, что на следующих выборах мы с вами проголосуем правильно. Мы проголосуем за другого президента. Мы проголосуем за другой парламент, состав парламента. Эта власть уже нелегитимна. 70% на местных выборах проголосовала против Майя-Санду и против ПАС. У них нет права решать от имени народа. У них нет права сейчас быть президентом и большинством парламента. Нет легитимности. Кстати, в 2021 году именно это Майя-Санду обосновала и добилась досрочных парламентских выборов. Тогда Конституционный суд принял такое решение. Вот чего мы должны добиться? Мы должны добиться досрочных парламентских и президентских выборов. Я думаю, что это реально, если мы все вместе объединимся для этой цели. Марк, если вы выиграете на выборах, откройте второй фронт. Что означает открыть второй фронт? Мы всегда выступали за мир. Мы, партия социалистов, я как бывший президент страны, как политик, мы всегда выступали, выступаем и будем выступать за мир. Молдова это нейтральное государство. Молдова не должна позволить транзит через свою территорию оружие или товар в двойного значениях, как сейчас происходит, к сожалению. Молдова не должна позволить втягивать себя в какие-то военные действия. Мы должны остаться нейтральными. Поэтому социалисты у власти, это означает мир и порядок. Сейчас, к сожалению, правы у власти и у нас риски, что этого мира не будет. Мы видим, как Майя Санду покупает оружие. Как все больше денег выделяется на то, чтобы укрепить так называемую обороноспособность страны. Для чего? С кем мы готовы воевать? С Румынией, с Россией, с Приднестровьем? Зачем нам все это? Поэтому на ваш вопрос во второй фронт. Категорически нет. Мы будем выступать и мы обеспечим мир в нашей стране. Ходят слухи, что Дарьян Ричан собирается подать в отставку. А примером может стать Василий Тов. А что вы думаете по этому поводу? Не хочу комментировать слухи. Слухов очень много. Но вы понимаете, из-за того, что поменяют шило на мыло, ничего не изменится. Я помню, когда ушла в отставку гаврилицы, говорили, что вот придет Ричан, вот ноги хлопали, уже ура, что-то поменяется. Ничего не поменялось. Менять надо не бояр, менять надо царицу, так называемую. Менять надо Майю Санду. Президента нужно менять. То, что поменяет одного премьера на другого, ничего не поменяется. Для одного министра на другого. Нужно убирать из власти Майю Санду. Источник всего зла для Молдовы это президент Майя Санду. И вот этого слабого президента, который подчиняется внешним кураторам, нужно убирать из власти. Тогда ситуация в Молдове изменится. А то, что поменяет одного на другого, там, на уровне министра, или члена правительства, ничего существенного в Республике Молдова не поменяется. Но, для того, чтобы продолжить ответ на ваш вопрос, конечно, очень многие понимают, что есть риски дестабилизации в стране. У нас есть несколько, так называемых, опасных моментов, ситуаций, которые могут произойти в ближайшее время. Я не хочу никого напугать, ни в коем случае, не дай бог. Но хочу использовать эту платформу, этот вопрос, который вы мне задали, для того, чтобы обратиться к Майе Санду и другим. У нас есть несколько серьезных, серьезных рисков в ближайшее время. Первое. Это дестабилизация Приднестровья. Я обращаюсь к Майе Санду. Майе Санду, если вас толкают на войну, лучше подайте в отставку. Поверьте, Майя Григорьевна, мы с вами знакомы лично. Вы не должны войти в историю страны, как президент, который развязал войну в собственной стране. И мы с вами знаем, о чем мы сейчас говорим. Я знаю, что вас на это толкают. Лучше уйдите в отставку. И, господин Оричан, если вы понимаете, что это происходит, тоже лучше подайте в отставку. Это первый большой риск, который, к сожалению, мы видим, что происходит. И есть желание некоторых открыть здесь какие-то другие горячие точки. Нам это не нужно. И руководство страны, которое уже войдет в историю, как самая некомпетентная, которая устроила социальный геноцид, хочет войти в историю, как руководство, которое развязало войну. Я надеюсь, что нет. Поэтому лучше подайте в отставку. Поверьте, народ вас поймет. Скажет, слушай, здесь проявил характер. И не сломался руководитель, президент, премьер под давлением некоторых. Второй большой риск, это, конечно, экономический. Я немножко сегодня сказал про бюджет следующего года. У нас серьезные экономические риски, бюджетные, фискальные, на следующий год. Мы уже их начинаем чувствовать в этом году. Задержки по зарплатам, по пенсиям, это продолжится и в следующем году. На площади будут не только аграрии, которые сейчас отбирают землю в банке, зарубежные банки. На площади будут все и пенсионеры, и бюджетники, которые будут получать зарплату. И это существенный риск. Поэтому на фоне этого риска, может быть, у кого-то в нынешней власти все-таки пришла здравая идея. Лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Лучше быстренько провести выборы досрочные, проиграть их достойно, чем бесконечный ужас, который будет в ближайшие несколько месяцев, год, максимум полтора. Ситуация будет очень непростая для нынешней власти, к сожалению, для нас, для народа. А мы с вами справимся, я уверен. Мы должны выдержать. И уверен, что мы выдержим. Так, здесь уже очень много вопросов. Иоанн, Бачо, когда вы уходите в Райване? Саду по-алегири, вы уйдете и уйдете еще один из нас. Почему? Я практически в каждую септимуну, один или два раз, вы уходите в Райване. Я думаю, что сегодня я думаю, что сегодня я буду в Райване. Вчера я был в Шолданисте, мы поговорили с эшеломой, мы поговорили с эшеломой ситуации после алегири. Поэтому я вам помню, что, в целом, два зима в септимуне вы уходите в Райване. Вчера с эшелом Стефаниук в Парламенте в Молдове не мы не знаем, что мы не уходим. Вчера с эшелом Стефаниук в Молдове не уходим. Вчера с эшелом Стефаниук в Молдове не уходим. Я не думаю, что после 31 декабря ЧП продлевать больше не будет. А вы как думаете? Ну, Майя Александру верит, себе не доверять. Я не верю. Я думаю, что они так привыкли к этому режиму ЧП, что они будут держать его все время в своей власти. Потому что без этого они должны будут прийти в парламент и показывать все цифры. Они это не могут. Они должны будут наконец-то показать условия, по которым они покупают газ, электроэнергию. Они должны восстановить вот эти 6 или уже 12 телевидений, чтобы они работали. Потому что их закрыли на период чрезвычайного положения. Вы думаете, что они к этому готовы? Я уверен, что нет. Георгий Марга, почему вы получаете депутат украинский в парламенте? Что мы ждем за его визита? Я думаю, что он пришел в зоне нашей страны, если я верю. Кто контролирует претель в стране, что это грозовие? У франзелы в месяц, в месяц, в месяц, в месяц, в месяц, в месяц. Вероника Миронек. Дома, Вероника, очень хорошая вопрос. Я оставляю тема. Я скажу вам, мне дам, что они грозови, которые сейчас они обладают, с ним, в месяц, в месяц, в месяц, в месяц, и przedмиар yes. Потому что грозов и грозы of п 17-24 лет яecнула на воду 3-15, с которого не делается, в месяц, и процедур на пинут, Потому что грозы и грозы в месяц, у нас плечи, но предплывал на плавале в месяц, в месяц и в месяц. Но при этом на улей все равно 30-35 лей, как у нас были, когда в фаре Свардлой были 10 лей. Почему случается? Потому что никто не в руках с этим проблемой. Они в руках с войной, с войной, с историей, с ветеранией, с монументами. У вас будет вопросом, потому что вопрос очень прост. Вероника, вероника, не в руках с этим проблемой, но в руках с этим проблемой, как мы все еще не можем. Это я, в wonderах,lehnen с силами руководства. И, между этими странами, мы должны помочь руководству, каждое и другие партнеры, в соответствии с механизмом контроля? Яйцо Попа, почему вы не оприте свой беден? Почему вы вам приняли что-то за выбор? мы сценили, чтобы обрисовать, чтобы обрисовать. Дом Попа, обрисовать, обрисовать, мы будем заприсовать, мы обрисовать. Мы только знаем, что мы знаем, что в парламент 60 и что-то, мы имеем в виду, этот геночит, или эту гуvernацию, по-присавшему, мы будем выбривать, потому что, в комментариях, мы все же знаем, мы говорим, обрисовать, это все принципы. Скажите, пожалуйста, почему сейчас много слышно, что партия социалистов нос партий пас? Слушайте, есть некоторые наши коллеги по оппозиции, которые все свои проблемы пытаются переложить на других. Партия социалистов — это основная политическая сила, альтернативная, основная оппозиционная сила, которая борется против Майсанду и против паса. Нет другой партии в парламенте и вне парламента, которая столь активно ведет борьбу против паса и Майсанду. Это наша основная цель — скинуть, убрать из власти Майсанду и паса. Поэтому, когда мы слышим разные вот такие вещи, ну, понятно, я хочу передать этим нашим псевдо-товарищам по оппозиции, слушайте, давайте вместе обменять усилия против Майсанду. Ну, оставьте попытки подкупа социалистов в территориях и наших депутатов. Давайте вместе объединяться против Майсанду и паса. Худякова Ирина прочла в СМИ, что в Украине отменят и президентские, и парламентские выборы. И только через полгода после восстановления меры члены все это сделают. Как грозит это и Молдове? Может ли у нас власти Санду предполагать такое, и отменить все выборы? Майсанду показала, что она все может себе позволить. На Украине это происходит в условиях военного положения. В Республике Молдова, но, к счастью, такого военного положения нет. Я надеюсь, не будет. Пойдет ли Майсанду на развязание войны для того, чтобы удержать свой мандат президента? Я надеюсь, и хватит мозгов этого не сделать. Очень надеюсь. И, как я уже сказал чуть-чуть раньше, лучше подать в отставку, чем держаться за должность президента за счет гибели граждан Республики Молдова в войне. Поэтому, пока что предпосылок у нас для таких решений, как на Украине, нет. Я надеюсь, что не будет. Игорь Мельник, хотелось бы узнать позицию соцпартии по поводу лингвистической демократии. Кажется, ни в одной оппозиционной парке не записана четкая позиция по борьбе против лингвистической диктатуры. Молдова – это многонациональная страна. Демократия – это четыре. Нужны четыре государственных языка – молдавский, русский, украинский, гагаузский. Еще два языка – болгарский и роман. Должны получить стать официальным. Давайте так. Я выступаю за то, что у нас молдавский язык – государственный язык. А русский язык должен быть языком междунационального общения. Вот за это мы выступали, социалисты. У нас это записано в нашей политической программе, и мы за это будем выступать и дальше. Григорий Бунецко. «Кэн ва фи посибил сапутем дучи продуктиян царли строеника, сапутем фачим бан?» «Продуктия агрикулы мари партия, ари, ари ка дестинации, черри, репидову, петси, не естренвеста». Ча мая мари пиаца, кариа фоспанакума, фоспиа Винчисия и пиаца русс. «Кэн ва мари пиаца русс, пиаца СССР?» «Ку гувернаря actualа, которая аннулязла в фиакаре сапутеман 2-3 аккордов, inclusive экономики, пиаца традиционал, я думаю, что это будет очень тяжело. Ревенение пиаца СССР, пиаца русска, пиа царля, пиа царля, пиа царля. на главу гувернаре, пиа царля, пиа царля. Пиа царля не успея. Пиа царля, пиа царля, как он подсмержен пьяца УЕ. Я был, потому что я был, я был замок, царатом морков, на шаде партии. Деще практик, но с темной ситуацией, когда мы продусли нас на венчу врачи. Пьяца интерна у навалит продусили строение, девочек, моя самая душа, пас, сонтла служба корпораций лори экстерне, что им вадат пьяца интерна в продусе строение. Деще продуктору, кто-то который продусе что-то не может вензи, ни в пьяца интерна, ни в пьяца externна. Что случится? Фаэллентария, уничтожение лори, уничтожение лори, уничтожение пьяца, уничтожение на бюджетов, саду, и мая самая упромет, для строения. Этот черк перикулос требует остановлен, но он может остановлен только для следующей руководции, а не сейчас. Дак, еще два вопроса. Людмила Секрер, как обратно обрисов, вернятит Молдова, днешне Улианя, есть ли такая стратегия, существима ли? Людмила, конечно, это возможно. Я вам скажу, что мы возьмем за основу нашей стратегии, кстати, мы сегодня проведем Республиканский совет, созовем съезд партии на середину декабря. Мы будем менять программу партии, исходя из опыта других стран, включая по этому вопросу. Я не побоюсь сказать, что для нас, для меня лично, как пример для обрестения у суверенитета Молдова от внешнего влияния, это Венгрия. Венгрия, члены Европейского Союза, даже члены НАТО. Нет, мы члены НАТО не будем. Но Венгрия существенно приняла серьезные законы по поводу своего суверенитета. Они практически свели на нет неправительственной организации их влияние на политику страны. и это правильно. Это непросто, но это правильно. Они укрепили статус традиционной семьи и традиционных ценностей, и они укрепили свой экономический суверенитет. Вот партия социалистов будет действовать именно по этому принципу. Поэтому, можно ли это сделать? Конечно, можно. И мы это сделаем. Кристина Акричуна, Игорь Николаевич, добрый день. Хочу пожелать вам здоровья, сил и скорейшей победы над Соровской властью, которая поперла Республика Молдова. Кристина, большое спасибо. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»! Игорь Николаевич, я хочу, по-уговорю, санятее. Учите, субтитры подогнал «Симон»! И, субтитры подогнал «Симон»! Все будет хорошо. Спасибо. Продолжение следует...